В Тульской области новый большой спортивный объект. Сегодня в Щокине открылась долгожданная ледовая арена. Да, заниматься там можно целым набором спортивных дисциплин. Например, хоккеем, фигурным катанием, эстетической и художественной гимнастикой. Открывать арену приехали звезды советского спорта. Передает Анастасия Октябрьская. АПЛОДИСМЕНТЫ Павла Буре и Алексея Дюмина. Вот так весной 2019 года решили закрепить данное юным хоккеистам обещание о строительстве нового центра. Финансовую часть дорогостоящего социально значимого проекта взяла на себя химическая компания Щекина Азот. В рамках большой программы добрых дел и содействия развитию спорта в регионе. Инвестиции составили 350 миллионов рублей. Конечно же, нам взрослым очень хочется, чтобы среди вот этих парней, которые стоят на льду, наши мальчишки, надеемся, что это будущие Якушевы, Ларионовы, Могильные, Каменские, Овечкины, Ковальчуки и так далее, так далее. Мы хотим, чтобы тульская земля растила своих чемпионов мира. Сегодня, безусловно, в Щекино замечательный спортивный праздник, когда сегодня наши тульские пацаны могут, так сказать, скрестить клюшки не только с российскими, а с мировыми легендами хоккея. И еще раз им огромный поклон и спасибо, что они смогли приехать и разделить с нами этот праздник. Помимо самой ледовой арены здесь есть спортивный зал для занятий гимнастикой и хореографии, зона для тренировок на сухом льду, тренажерный зал, 8 раздевалок, 2 тренерские помещения для судей. За микроклимат отвечает швейцарская приточно-вытяжная установка, которая обеспечивает воздухообмен в помещениях ледовой арены и на трибунах для зрителей. Искусственный лед, красота. Какие-то вид спорта, которые играют мужчины. Лед очень хороший, гладкий, все, что нужно. Почувствовать великим вратарем. Кстати, именно здесь, в Щекине, в 70-х годах зародился тульский хоккей. Команда Корт тогда успешно представляла регион во второй лиге Советского Союза. И вот спустя несколько десятилетий, благодаря помощи социального партнера, традиции начали возрождать. Новая ледовая арена носит гордое название Корт.